у нас показатели гликированного гемоглобина 484950 512 и так вплоть до 6 и 1 что уже по сути является при диабетом и даже я бы сказал диабет хорошо дальше 0 это у нас линия которая разделяет внизу здоровые люди без болезни а вверху люди с болезнью и смотрите какая интересная история гликированный гемоглобин 4849 показывает наибольшее количество здоровых людей пожалуйста 53 и 9 вы считаете 54 процента людей у которых гликированный гемоглобин 4 и 9 показатель не имеют вообще никакой болезни по сосуду не имеют 21 процент из этих людей 21 8 имеют так частичные так скажем бляшки вот эти там разбросанные где-то по организму по некоторым сосудам артериям 19 и 3 имеют уже такую среднюю степень тяжести сосудистой болезни и только пять процентов имеют генерализованную то есть по всем сосудам есть признаки атеросклероза там мягкие бляшки например включая и кальцинированные тоже который твердый уже и дальше идет чем больше растет он с гликированный гемоглобин тем выше количество людей болеющих сосудами и тем меньше количество дорог прямая градация вы видите вот эти вот вот черные чертой светлые столбики постепенно уменьшаются это количество людей без заболеваний сосудов а возрастает планка потому насколько высокий гликированный гемоглобин получается что с ростом гликированного гемоглобина даже без диагностированного диабета и даже без диагностированного преддиабет у людей сосуды все более и более и более воспаленные с ростом гликированного гемоглобина вот пожалуйста при гликированом гемоглобине 6 и выше уже только 18 процентов не страдают заболеванием сосудов а все остальные имеют заболевания суда в той или иной форме и 33 и 1,1 процента имеют уже генерализованную то есть по всем сосудам есть признаки вот этого атеросклероза пожалуйста вот все было известно конечно заранее да все было понятно и так но мне лично просто я это лишний раз показываю то подтверждается то что мы уже знаем она только укрепляется и усиливать и возрастает значимость профилактических мер поэтому если вы человек который никогда не сдавал гликированный гемоглобин пойдите сдайте его хотя бы один раз жизнь чтобы увидеть в какую категорию вы попадаете можете даже не сдавать просто глюкозу можете не сдавать даже этот самый инсулин натощак просто сдайте этот чертов гликированный гемоглобин посмотрите на каком он уровне сопоставьте это стоит таблицы которые сегодня показал и вам будет понятно насколько можно у себя подразумевать повреждения сосудов и получается что чем ниже гликированный гемоглобин тем здоровее ваши сосуды и меньше ваш риск заболеть перенести какой катастрофу типа инфаркта инсульта инфаркта сердце и так далее и разного рода тромбатические осложнения настолько все просто понимаете то есть вам даже не надо много параметров контролировать просто один гликированный гемоглобин потому что глюкоза на разное бывает а инсулин тоже разный бывает бывает что у кетозников высокие бывает что у человека с большой массой тела он низкий показывает но гликированный он более точный в этом плане поэтому это очень дешево сдал гликированный гемоглобин и узнал что у тебя происходит сосудами что можно подразумевать и чего нужно опасаться